Можно ли заниматься мышцами тазового дна во время беременности? Да, можно. У нас есть специальная программа по подготовке беременных женщин к родам, чтобы не было проблем. Мы это начинаем с середины второго триместра при отсутствии каких-то противопоказаний. Поэтому мы с вашим врачом-акушером-гинекологом работаем в тандеме. И перед тем, как вас взять, мы, конечно же, собираем о вас всю информацию. Более того, в послеродовом периоде мы занимаемся восстановлением мышц тазового дна, укреплением. Это не только возможность какать нормально, о чем я сегодня говорила. Это, конечно же, и удовольствие во время близости с вашим любимым мужчиной, потому что у вас мышцы начинают работать, вы начинаете чувствовать, и более того, вы начинаете контролировать этот процесс. Многие женщины приходят с такими глазами и говорят, вау, какой бонус, если бы я знала, что и муж там с ума сойти. Это очень приятная вещь. После родов мы занимаемся через два месяца. Если у вас прошли после родов два месяца, вы можете обратиться к нам, и мы, конечно же, вам поможем в этом. Детралекса имеет аналоги. Аналогов Детралекса нет. Есть один дженерик, Детралекса официальный. Все остальные препараты на основе диасмина исключительно, только либо гисперидина. Их большое количество – это Винарус, сейчас Флебодия, Флебофа, Флебавен. Слушайте, если мы берем вообще перечень лекарственных препаратов, которые официально зарегистрированы в ГРЛС, то их около десятка. А если БАДы, которые не зарегистрированы, как лекарственные препараты, их еще больше. Но нужно понимать, что эффективность диасмина содержащих препаратов происходит только в том случае, если они микронизированная, очищенная флавоноидная фракция, а реально подтвержденные с патентом доказательной базы – это только Детралекс. И суточная дозировка диасмина содержащих препаратов должна быть не менее 1000 мг. Это тоже были проведены исследования и доказаны. Поэтому то, что вы пьете по 500 либо по 600 в сутки, к сожалению, для вас неэффективны. И вообще диасмина содержащие препараты – Детралекс, Флебодия, Флебофа, Флебовен – неважно. Сейчас мы не говорим о наименованиях производителя. Эффективность их достаточно хорошая. На втором, третьем триместре они разрешены, большинство из них, и они очень облегчают. То есть уходит тяжесть, уходит пастозность ног. Это же не только в плане геморроя. Это еще и хроническая венозная недостаточность у беременных женщин. У беременных женщин в плане провоцирующих факторов развития геморроидальной болезни и хронической венозной недостаточности примерно одинаковые. Хотя патогенез разный. Но тем не менее. То есть это сразу прям облегчение, и вы себя лучше чувствуете. Но после родов принимать самостоятельно, без контроля врача нельзя. Препарат Оптифайбер. Я не знаю этот препарат, и я с ним не работаю. Так, дюфалак помогает. Друзья мои, да, дюфалак помогает. Опять же, не всем. При определенной дозировке, при определенной схеме лечения. То есть, как правило, дюфалак эффективен не при той стандартной схеме, которая прописана в инструкции, а немножечко другой. То есть этих схем я, вот как раз об этой схеме, написано в моем закрытом аккаунте для беременных. Правда ли, что тромбоаз работает как детролекс? Нет, неправда. Это препараты различной группы, механизм действия различных, показания различные. Но, кстати, вот по поводу тромбоаза. Мне кто-то тоже писал в комментариях о том, что на фоне антикоагулянтов, которые назначаются беременным женщинам, да, то есть, ну, по понятным причинам, возникает обострение геморроя. Да, это частые вещи. Поэтому, если это у вас происходит, и вы вынуждены принимать какую-то дозировку, ну, и вообще антикоагулянты длительного время, помимо акушерогинеколога, вас должен наблюдать проктолог. Потому что здесь очень частые тромбозы возникают на этом фоне, возникает геморроидальное кровотечение. Это все нужно ликвидировать своевременно. Расскажите, пожалуйста, про трещину. Чем можно полечить во время беременности? Про трещину тоже, послушайте, эфир. Я говорила о препаратах различной категории, разрешенных, неразрешенных. Если мы говорим о безопасности, то это свечи с прополисом, свечи с облепихой, масло облепиховое можно использовать и для регенерации, там, метилурацил, к примеру. Ну, опять же, это на вскидку. И, опять же, вопрос о том, что чем конкретно лечить, как лечить, какие схемы. То есть, от того, что вы просто будете вставлять свечи, еще не факт, что вы вылечитесь, потому что нужно смотреть провоцирующие факторы, его убирать. Либо в комплексе с мазями. Об этом я как раз рассказываю в своей группе для беременных. Но основное нужно понимать, что провоцирующим фактором является, если мы говорим о трещине, это нарушение дефекации. Либо запор, либо диарея. Во время беременности тоже бывает диарея на фоне СРК с преобладанием диареи. Поэтому нужно ликвидировать. Если у вас преимущественно идет проблема с дефекацией запор, значит, его нужно запор ликвидировать. Здесь бессмысленно лечить трещину, геморрой, подбирать свечи, мази самые дорогие, самые крутые. Они не помогут. Потому что провоцирующий фактор уже вы не ликвидируете. Это основное. Потому что есть исследования, в которых доказано, что даже устранение провоцирующего фактора в 50% случаев приводит к самостоятельной эпитализации трещины, если она острая. А острая трещина считается впервые возникшая на протяжении первых шести-восьми недель. Если она когда-то у вас там были боли во время дефекации, потом то болит, то не болит, она скорее уже хроническая. И я об этом, обо всем подробно рассказываю в своих социальных сетях, на моем сайте, на моем канале YouTube. Вот как вы задаете эти вопросы, так же я пишу название и так же я строю свои сценарии, пишу сценарии, либо свои публикации для того, чтобы вам было понятно, а не то, чтобы я там просто… Я же общаюсь с вами, я же не общаюсь с коллегами. С коллегами я общаюсь на конференции, когда я читаю лекции, провожу мастер-классы. А вам я рассказываю доступно абсолютно информацию, которая может лечь в голову, и вы поймете, что у вас происходит реально с вами. Как проводить эпиляцию при геморрое? То есть так же, как и без геморроя, абсолютно. Только вы должны понимать, что на фоне либо овуляции, либо в первый цикл менструального цикла увеличивается уровень прогестерона и эстрогена. И на этом фоне может само по себе происходить оттекание наружно-геморроидальных узлов, либо провоцирование геморроидальной болезни. Ну просто стройте свой режим эпиляции, график вне овуляции или там вне начала менструации, и спокойно все делайте. Полипы эндометрия рецидивируют столик и проверяйте кишечник. Ну, про полипы эндометрия не имеют никакого отношения прямого к развитию полипов толстой кишки, но это не исключает того, что необходимо делать в колоноскопии. Колоноскопия является золотым стандартом, который позволяет профилактически выполнять скрининг, исследование, даже если вас ничего не беспокоит, даже если вы считаете, что вы чувствуете внутри, что у вас прям вы здоровы, как вань, все равно колоноскопию нужно делать. Ее нужно делать сорока лет в обязательном порядке, при условии, что у вас до этого нет никаких кишечных проявлений, то есть никогда не было запоров, никогда не было за пол, за диареей, никогда не выделали у вас кровь во время дефекации, не было болей, вздутия, выделения слизи, нарушения опорожнения, никогда этого не было. И даже в том случае, если у вас никогда не было, если вы в 40 лет планируете делать колоноскопию, вы должны ежегодно делать анализ кала на скрытую кровь. Лучше не гемокульт-тест, а фит-тест, ну, либо любой другой иммунохимический тест, который специфичен к человеческому гемоглобину. Поэтому, исходя из своего жизненного опыта и с тем, что я реально сталкиваюсь каждый день, и я вижу, как опухоли молодеют и полипы, необходимо делать колоноскопию с 30 лет для своего спокойствия и своевременно удалять полипы, которые были выявлены. Потому что своевременное удаление полипов на 70 процентов сокращает риски развития опухоли в кишке. Друзья, я вам благодарна за то, что вы присутствовали, за то, что вы слушали меня. Присоединяйтесь к моим социальным сетям, и мы будем с вами дальше общаться.